У Кировска новый сити-менеджер. Во вторник в Кировске состоялся заключительный этап конкурса на должность главы администрации города. Окончательное решение по данному опросу кировские депутаты приняли во время внеочередной сессии совета единодушно. В ходе этого совета в рамках заключительного этапа конкурса депутатами было рассмотрено две кандидатуры, предварительно избранные комиссией. Елена Грецкая, начальника управления экономического развития города, и Марии Бородиной, заместителя председателя совета депутатов и директора Кировской гороэлектросети. Им депутаты и дали слово, прежде чем принимать окончательное решение. Я понимаю, что есть задачи, которые на самом деле решать трудно и сложно, но я, как несправимый, наверное, оптимист, верю, что у нас все будет хорошо. Я знаю город и я его очень люблю. Речь второго кандидата была еще короче. Елена Дмитриевна поблагодарила всех, кто одобрил ее кандидатуру на предыдущем этапе и поддержала своего оппонента. После чего выбор депутаты сделали единодушно и тут же принялись за поздравления. Я уверен в том, что у нас получится хорошая и серьезная совместная работа. И те замечательные слова, которые сказали про город Кировской, я тоже с Витомой полностью поддерживаю. В общем, будем вам помогать. К своим служебным обязанностям уже в роли главы администрации города Мария Робертова приступит 8 августа. В этот же день она должна будет сложить полномочия заместителя председателя Совета депутатов. Мы с Марией Робертовной очень хорошо сотрудничаем на протяжении всего времени моей работы в городе Кировске, а это период с 2011 года. И багаж этого сотрудничества конструктивного и полезного накопили очень большой. Я думаю, что сейчас мы его реализуем с новой силой и на благо горожан. Для депутатов глава будет не новая, так как многие Марию Робертову знают уже по работе во втором созыве Совета депутатов. Она показала себя как грамотный, опытный специалист. С ней всегда легко и приятно сотрудничать. И я очень надеюсь, что в новом качестве мы только продолжим наше плодотворное взаимодействие. Мария Робертовна настроена на работу в администрации решительно, хотя предложение поучаствовать в конкурсе принимала не без колебаний. Здесь, наверное, на самом деле на весах были за и против. За, понятно, это в первую очередь опыт, это знание, понимание своего города. Ну, а против, это, наверное, в первую очередь большая занятость. Ну, при всем при том, я готова, и семья моя в этом меня поддержала. Какие шаги в первую очередь сделает Мария Бородина в качестве главы администрации, что будет с управляющей компанией Кировская гороэлектросеть, и какие изменения и требования ждут специалистов администрации Кировска, читайте в ближайшем номере Хибинского Вестника.